Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1298, событие дня. Яков 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей за 6 июля 2019 года. И объявление. Просчитайте, тормозите, кто не знает. Когда умерла сестра, сказали, почему не обратитесь, кто-то имеет желание помочь. Четверо детей остались. Умерла она. Ну вот оставили, не знаю, бывает, нет, что там помогает. Не слышал. Вот Дмитрий Лемеш пишет. Долетел, как на крыльях ангела. Тогда Барнаула. Так-то все раньше пришли. Сергей Евтушенко пишет. Виталий, видео, которое вы снимаете, совсем невозможно смотреть и даже слушать. Если можно, записывайте и после сразу закачивайте в интернет. А то вся ваша работа впустую. Такой материал пропадает. Вот и Иоанн немного. Как-то, чтобы я публично примириться с церковными чиновниками. Чего мириться? Зачем? Какие? Я про них и не знаю. Про этих чиновников. Вот тоже у меня был тут один журналист. Вот давайте, вот без бороды бы тут было много людей. Галиматья. Ну где же это видно? Да зачем они мне нужны? Многие. Проснулся, ничего нет. Интернет выключили и сидит один. Ни о жизни во Христе, ни о трещи, ничего нет. День субботний был очень загружен вчера. Программа такая полная. Кто приехал еще. Ну пошли. Там где храм, другая половина дома, храма этого здания, школа. И там в школе спортзал. Стол такой большой. И там все вокруг красились. Три человека из церковно-приходского совета Барнаула и двое. Два из приходского совета церковного здесь. Ну разбирали 10 человек. Рекомендательные характеры наши суждения были. Выслушали непрерывно около 4 часов. Непрерывно с 8 часов. 12. Примерно так. Это все заснято было. Показано будет через неделю. Еще надо в город подсылать. Ну после этого обед заранее было заказано, что есть холм один. Вот когда-то там были коровники, навозные огромные кучи, заросшие крапивой, лопухами, сурепкой и прочее. И туда мы выдвигались летом, когда лагерь начинал работать. Потому что там деревья, много комара, ветра нет. Это на верхотуре высота намного выше плоской земли здесь. И надо было убрать, все выкосили. Быстро-быстро надо сделать. И уже машина подошла с обедом. Загуляева Галина Александровна руководит всем. Ну и застелили палатками, четыре военные палатки, два на два метра. И тоже засняли все. Прощальный обед. Так принято перед крещением. В субботу обедаем тут. И после этого пошли на холм другой. От комаров спасались, когда место для молитвы огороженное было. Там была водонапорная башня. И так возвышение осталось. Тоже пришлось выкашивать. Тоже все показано. Вот там обед прошел, моление. А тут стали готовиться. Сестрам попросили, которые издалека приехали, баню истопили. Володя истопил. Помылись. И на исповедь им даже идти. И батюшка сказал всем прийти. И исповедь была практически до богослужения. В пять часов вечера начинается. Богослужение прошло. Вернулись, поужинали. И сразу на костер. Опять же Володя там весь костер этот подготавливал с детьми. Выдвинулись туда. Я побыл сколько уже. Сумерки начинаются. Вернулся домой пораньше. А они там еще были. Еще и не знаю, не ходил даже. Как там прошло у них. Думаю, хорошо. Песнопения пели. Тоже записывали все. Очень день такой напряженный, можно сказать, был. Ну, а сейчас вот я начитываю. Это все. Уже воскресенье. Еще спят. Время пять часов утра. Я не проведал еще, не ходил их. Машины стоят тут много. Подробности. Все записано. Сейчас готовится. Нужно выдвигать военную палатку. Шатер. Тоже по палатке имеется в виду туристическая, как палатка, только это большая. Куда раздеваться, где нужно будет переодеваться. Крещение. До этого подготовили. Там тоже как раздевалка. Из дерева для мужчин вроде бы поменьше будет. И они быстрее переодеваются. Ну, крещение. После крещения тут уже обед. И кто может останется, а кто-то поедет сразу же. Потому что далеко, и надо возвращаться. Очень все было хорошо. Бесконфликтно. И на этом вот все. Такое маленькое выступление. Потому что много записей. И Богу слава.